Всем огромный привет! У нас сегодня будет влог по старой доброй нашей традиции, и потому что вы ругаетесь, когда нет влогов. Итак, вообще, на самом деле, планировала, что будет такой активный влог, будут пары, будут йога, еще что-то, но как-то не сложилось ни пар, ни йоги сегодня, и вообще дождь пошел, когда я в магазин поехала, начала снимать этот влог, и решила я, что будет у вас этот влог кулинарный. То есть неспроста я стою на кухне. Вот, будем с вами сейчас готовить. Блюда новые для меня тоже, поэтому, собственно, да. Начинаем. Нам нужно сейчас нарезать лук. Вот у нас лук. Потом будем резать перец. Перец был по рецепту болгарский, у меня нет, у меня только ласточка. И также будем чесночок потом сюда же добавлять. Там у меня дальше... Здесь у меня сковородка, сейчас добавим чуть-чуть масла. Я, несмотря на всю свою приверженность правильному... Привержен... Приверженность... Правильному питанию не могу себя заставить не есть, не добавлять масла. Так что будет у меня здесь немного масла. Я думаю, вы переживете. Кто жарит без масла, тот жарит без масла. Режем лук. Я так понимаю, кубиками. Далее режем перец. Я думаю, что нужно резать кубиками, как я понимаю это. Так вот, мы все нарезали. Сейчас обжариваем. Чемнее 50 минут. Далее добавим сюда еще чесночок. Нарезаем чеснок. Сейчас покажу, как я нарезаю чеснок. Вот так вот надавливаем. В принципе, свежий чеснок давится достаточно легко. И дальше вот так вот. Так, я уже добавила чесночок. Сейчас потихонечку перемешиваю это все. Сейчас это все было изнутарелочкой. Буду обжаривать здесь же курочку. Так вот, у меня уже курочка. На самом деле, получилось не так много, как я думала. Но, в принципе, я думаю, что мясо мельчить не стоит так точно. У меня половинку уже обжаривается, а половинку еще нет. Мы уже смешали курочку с овощами, с кукурузой. Добавляем соль, перец по вкусу. У меня в семье едят острые, поэтому я добавляю так конкретно. Добавляем соль, перец. Добавляем соль. Добавляем соль. Добавляем соль. И добавляем одну чайную ложку. Теперь нам нужно эти помидорки, даже не знаю, как сказать, освежевать. Что? Не освежевать, это когда шкурку снимают. Нам надо внутренности вытащить. Вот, снимаем вот эту вот штучку. Делаем надрезы. И аккуратно ложкой в подготовленный контейнер мы вытаскиваем. Все. Ну, вот как-то так. Внутренности помидорок пойдут на пасту. Вот такая у нас получилась помидорка. Итак, сейчас будем вот эти вот помидорки начинять вот этой вот начинкой. Итак, вот наши помидорки уже с начинкой сверху. Сыр. И сейчас они пойдут на 170 градусов в духовку. Вот что у нас получилось. Единственное, что у меня лопнула одна помидорка, но она изначально уже лопнула, которую я резала. Вот так это все аппетитно выглядит. Сейчас будем есть. Все. Желайте нам приятного аппетита. Всем огромный привет. У нас наступило воскресенье по поводу вчерашнего рецепта, который я вам показывала. Мне очень понравилась. Очень вкусная курочка. Единственное, что она у меня, конечно, суховата чуть-чуть получилась, но это у меня. Ромке понравилось меньше. Он сказал, что достаточно обыкновенно. Ничего сверхъестественного он не увидел, но тоже скушал. Собственно, проверю еще завтра на родителя. Я вам понравился этот рецепт или нет, но сам факт, что это достаточно правильная кухня и достаточно вкусная. Еще бы сыр туда обезжиренный вместо обычного. И что еще, и масла поменьше, если прям вот вы совсем... Я как бы жарю на масле, я вам сразу сказала. Сегодня мы уже обзавелись кофе в Макдональдсе. Какие планы у нас? У нас на самом деле обалденная погода стоит. Я думаю, вы видите за окном. У нас такие тучки, с одной стороны, с другой стороны такое теплое солнце. Но уже осеннее. Потрясающая погода просто. Очень классно на улице. Я вот намотанная здесь вот, как его, платком. Но я болею. Как вы не смотрите на меня. Все остальные... Весь остальной народ в более легкой одежде. Вот. Очень комфортная погода. Я, не знаю, я безумно люблю осень в Питере. Потому что, мне кажется, осенью как раз-таки самая приличная погода и самая ожидаемая в Петербурге стоит. Вот. Дожди такие какие-то адские. Начинаются только в октябре, там, ближе к ноябрю. В сентябре, с сентябрь вообще самый потрясающий месяц. Все, конечно, говорят, что мне так кажется, потому что я родилась именно в сентябре. Поэтому, мне кажется, что это самое потрясающее время года. Но, ну да ладно. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Девчонки, хотела у вас спросить. Девчонки, я вот недавно вам в влоге показывала, как мы приобрели с подругой вот такие вот пусеты, серьги. И как вы такие серьги носите? Потому что я как-то сегодня ходила к платку, дабы мой платок не выбивался, в общем-то, из всего остального. Ну, не знаю. Я стараюсь, чтобы у меня как бы одну было видно, другую было не видно. Потому что, мне кажется, вот две вот эти вот шайбы-переборы. Плюс еще, мне интересно, не смотрятся ли они как-то совсем огромными на моих конкретных ушах. Ну, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Потому что, в принципе, я, когда увидела изначально вот это вот, изначально я увидела, что в Diori они вышли. И что все прямо от них начали тащиться. Сразу китайцы наклепали кучу подделок. Я вообще не поняла этого. Когда вот в магазине конкретно эти увидела, мне они понравились. Потому что здесь вот впереди камушек. А мне очень давно хотелось найти что-то именно вот с такими вот камушками под мою подвеску. Кстати, кто не видел подвеску мою? Не знаю, насколько это видно сейчас будет. Господи, где ты? Вот. Я хотела что-то с камушком просто. В золоте. Ну, хотя бы попробовать. Взяла вот эти вот пусеты, получается. Кстати, здесь у меня камушек с одной стороны. Сзади у меня она двойная. То есть у нее вот та сторона, которая смотрит на субсиненькая, она жемчужная. А у дяди она сиенькая. Закончили мы все свои дела делать. Я сдала сумку наконец свою осеннюю, черную такую большую. Возможно, кто смотрит на меня давно, помните. Где-то я точно показывала. По-моему, в теговом видео, что в моей сумке. Если я найду, если это было то видео, то я вам здесь вот сверху подкреплю. Потому что у нее достаточно тонкие ручки. Они испортились слегка. Там вот облетело вот это вот. Облетело материал, который закрепляет швы. Заливает на заводе швы. Вот. И нужно отремонтировать. Все. Я вот сдала наконец-таки, решилась на это. Там, правда, решается меня, что на самом деле вопрос просто стоит сделать временный вариант. Залить вот эти швы жидкой кожей или менять ручки. И вот напишите мне, пожалуйста, на эту тему в комментариях. У вас было ли такое вот именно с сумками, с ручками, что облетал этот материал, что делали вы. Потому что мне сказали, что все равно будет это недолговечно, это жидкая кожа. И так как изначально было на сумке, это так они не сделают. Тем более сумка у меня кочанели. И поэтому... Ну, у меня еще вопрос в том, что все говорят под замену ручки. Сами ручки в хорошем состоянии, я их не хочу менять. И я не уверена, что мне сделают такие, как они вот были. Грубо говоря, ну, кочанели, это, скажем так, не самый простецкий бренд. И вряд ли они найдут аналоговую кожу, из которой сделают эти ручки. Потому что она будет точно так же смотреться там. Вот. Ну, посмотрим, чем закончится дело. Я вам обязательно сниму, как мне сделают сумку. Вот. Будем надеяться, что сделают в нее хорошо. У нас наступил вечер, мы поехали в гости. Сейчас слушаем лепса в машине, если вы слышите. Вот. Я продолжаю наедать. У меня на этот раз сырок Александров в молочном шоколаде. Вот. А завтрашнего дня все. Будем худеть, пойдем в зал. Если завтра нет памяти, честно говоря, не помню. Вот. И все, наверное, на этом закончится мой сегодняшний влог. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях все, что я вас просила написать не в комментариях за это видео, а про серьги, про сумки. И, в общем, обо всем. Какие мысли у вас придут в голову при просмотре этого видео, все пишите в комментариях. Все. До встречи в следующих видео. Всех вас люблю. Целую. Спасибо, что вы смотрели меня. Пока-пока.